МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Итоги недели». В студии для вас работает Олег Великий. Сегодня по традиции я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этой недели. И вот, что вы увидите. Депутат Мужелиса Кинес-Апсатиров выявил неравноправные и дискриминационные для членов Евразийского экономического союза нормы. Прокурорская проверка показала, что 330 участков земли, находящихся в собственности предпринимателей, не использовались по назначению. Проводимые точечные меры не позволяют решить проблему аварийности жилых домов системно и эффективно, что предлагают депутаты. В Уральске женщина пыталась убить своего 4-летнего сына. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат Мужелиса Кинес-Апсатиров выявил неравноправные и дискриминационные для членов Евразийского экономического союза нормы. По мнению Мужелисмена, нормы решений Высшего Евразийского экономического совета, определяющие условия промышленной сборки моторных транспортных средств, ущемляют интересы Казахстана. Депутатская фракция АКЖОЛ просит защитить национальные интересы Казахстана путем инициирования изменений в решении Высшего Евразийского экономического совета, предусмотрев в них возможность заключения новых соглашений о промышленной сборке между уполномоченными органами путем взаимного согласия или уведомления сторон. А вот другие депутаты подняли вопросы, касающиеся прожиточного минимума и заработной платы. Всего в один день в Мужелисе прозвучало 15 запросов. И сейчас мы предлагаем вам посмотреть самые интересные из них. Подробнее расскажут наши столичные корреспонденты. Депутат Абцетиров начал с того, что пункт этого документа обязывает Казахстан и Беларусь прекратить заключение новых соглашений. Причем на Россию это требование не распространяется. И это противоречит таким принципам формирования союза, как равноправие. Еще одна дискриминационная норма в этом документе – решение, которое предусматривает возможность увеличения квоты по проектам промышленной сборки, но только для Беларуси и по согласованию с Российской Федерацией. Что это за равноправие, если из трех сторон соглашения обязанности возлагаются только на две? Что это за взаимные выгоды, если новые инвестиционные проекты в данной сфере имеют право реализовать только одна страна? Значит, остальные страны будут вынуждены приобретать современные транспортные средства только у нее, причем в монопольном порядке. Что это за модернизация, если нашу экономику ставят в зависимости от производства в стране, которая никак не является мировым лидером технологий? Например, с каких пор «Лада» стала считаться технологичнее и инновационнее, чем «Тойота» или «Мерседес»? Запрос депутата Сыздыкова касался цен. Социальные программы правительства, несмотря на хорошие доходы от нефти, в тучные годы не расширялись. Они оставались на минимально приемлемых уровнях. О чем говорить, если даже прожиточный минимум является лишь статусловностью. Прожить на 80 центов в день практически нереально. А уровень бедности определен еще ниже. Это всего лишь 32 цента. И это в то время, когда, согласно международным рекомендациям, даже самые бедные слои населения должны иметь доход не менее 2 долларов в сутки. Цены на основные виды товаров по 24 наиболее значимым наименованиям выросли в 2 и больше раза. Особенно на картофель, гречку, сахар, яйцо, соль, лук, помидоры, огурцы. Подорожал хлеб даже в традиционных хлебных районах. Цена на мясо достигла 1800-2000 тенге за килограмм. Рост цен на продовольственные товары стимулируется повышением тарифов на услуги естественных монополий. Низкая эффективность стабилизационных фондов в сдерживании цен на продукты питания. Коммунальные рынки, социальные магазины и отделы в большинстве регионов не отвечают своему назначению. Зачастую незначительное снижение цен в них сопровождается низким качеством товаров. Меморандумы, подписанные в регионах между властями и торговыми фирмами для стабилизации цен, носят в большинстве своем декларативный характер. Запрос депутата Конгрова касался зарплат. По его словам, с уменьшением платежеспособного спроса вынуждены сокращать производство и предприятия. А это влечет за собой очередной виток сокращения зарплат. Таким образом, Казахстан попадает в ловушку низких доходов. Не секрет, что существующая система социальных индикаторов, как потребительская корзина, прожиточный минимум и минимальная зарплата – это кривое зеркало, которое искажает действительность и не дает увидеть реальную картину. И вместо того, чтобы улучшать жизнь населения, правительство занималось маскировкой данных, уверен маржелесмен. Анализ реальных доходов населения за 2016 год показал сокращение на 4,5%, что является максимумом за последние 16 лет. Средняя зарплата в Казахстане сейчас составляет 136 777 тенге. Это 416 долларов и неуклонно снижается с 2007 года. Медианная зарплата, которая является более точным показателем, отражающим доход большинства наивных работников, почти вдвое ниже, но об этом никто не говорит. Если не рассматривать страны ОСР, куда мы стремимся, то на фоне развивающихся стран казахстанские зарплаты не радуют. По уровню доходов мы заметно уступаем Ирану, Китаю, Мексике, Таиланду. Но что парадоксально, по официальной статистике, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, неуклонно снижается с 2007 года и составляет всего 2,5%. То есть уровень бедности у нас якобы меньше, чем в США и Европе, что не соответствует действительности. Все мы должны признать, что бедность и низкие зарплаты не только бьют по уровню жизни людей, ограничивая их возможности нормально питаться, лечиться, давать образование детям. Это становится сейчас и острой экономической проблемой. В общем, запросы были важные, но, по словам депутатов, ответственные высокопоставленные чиновники нередко отправляют им отписки. Поэтому жизненно важные вопросы превращаются в риторические. Два из Астаны. Вернуть букварю старое название потребовали депутаты мажелиса парламента. Депутат Бекбулат Тлеухан подчеркнул, что «Алепе» – привычное для всех название, вошедшее в широкий обиход, которое использовала интеллигенция еще эпохи Ахмета Байтурсынова. Мажелисмен также остановился на проблеме ошибок в школьных учебниках. Он заявил, что в них много ошибок и недочетов, а еще в них не учитываются возрастные категории учащихся. Плюс ко всему, Бекбулат Тлеухан отметил, что на сегодня программы образования, а также тестирование разрабатываются различными лицами, и поэтому в них нет последовательности. В свою очередь, министр образования Ерлан Сагадиев пообещал, что название букваря будет изменено на «Анатоле». В советское время ошибка в учебниках была бы приравнена к ЧП. Сейчас, когда в очередной раз находит ляп, в лучшем случае ухмыляется, в худшем никто даже не удивится. Конечно, грамотный человек разве что позабавится, вот только педагогам и школьникам не до смеха. Ведь если один из сложных вопросов попадется на ЕНТ, то ученик окажется в весьма затруднительном положении – отвечать правильно или по школьному учебнику. Ведь в советское время над изданием каждого учебника работали целые научно-исследовательские институты. В Казахстане же своих традиций подготовки и издания у школьных учебников практически не было. От имени творческой интеллигенции первый вопрос по «Альпе». Старое название букваря, я уже говорил, «Сауаташу» – новое название букваря – переводится как «ликвидация безграмотности». Букварь переводится как «Альпе». Почему нельзя было, как раньше, оставить? «Альпе» – привычное для всех название, вошедшее в широкий обиход, которое использовала интеллигенция еще и эпохи Ахмета Байтурсынова. Это требование интеллигенции. Не меняйте название. Содержание книг, по которым учат детей в школах, порой доводит до судов. Министерство образования и науки каждый год обещает сделать работу над ошибками в этой сфере. Однако бракованных учебников не становится меньше. Сегодня на сферу образования выделяются огромные суммы из бюджета. Но это не влияет на качество учебников, которые продолжают критиковать за орфографические и стилистические ошибки. И нарекания вызывают не только их содержание, но и полиграфическое исполнение. Есть и другая проблема – подача материала. Писать надо так, чтобы поменьше было даты и имен, чтобы предложения были лаконичными. Видимо, поэтому народный избранник остановился на проблеме ошибок в школьных учебниках. То, что вы пишете для второго класса, предназначено для седьмого класса. Это духовная диверсия, это убийство поколений. Мы делаем поколение инвалидам. Здесь на рисунке вы ставите жирафа, свинью и вампира. А если нарисовать овцу, лошадь и бабу-ягу, от вас же не убудет. На учебнике естествознания вы нарисовали мальчика-монголоида и девочку европейской расы. Причем мальчик здесь тупой, а девочка умная. Как вы можете ответить на этот вопрос? Если вы не можете ответить сейчас, я предлагаю вам встретиться один на один на площадке средства массовой информации. В стране, как оказалось, вообще мало квалифицированных авторов учебников. Содержание учебников по-прежнему не соответствует государственным, общеобязательным стандартам образования. Особые нарекания вызывают учебники по истории Казахстана. Разные авторы допускают собственную трактовку событий и фактов. Часто встречаются фактологические ошибки в датах, событиях жизни и деятельности исторических личностей. В свою очередь, министр образования Ерлан Сагадиев ответил, что надо было высказывать свои мнения на стадии обсуждения. Учебник будет называться Анатоле. Родная речь. Это уже решенный вопрос. Вы говорите про уже решенный вопрос. Это во-первых. Во-вторых, есть более 300 учебников. Эти учебники перед выходом висят на сайте полгода. Тогда почему вы не смотрели? Вы же депутат. И потом, я могу в любой стране мира найти ошибки в учебниках. В общем, из-за отсутствия единых требований к стилю изложения материала, авторами по-своему преподносится материал по одной и той же теме. Авторы школьных учебников материально не очень заинтересованы в их издании, поскольку гонорары невысоки. Львиную долю выделенных государством денег оставляет у себя издательство. Кроме того, не выделяется финансирование на поездки в архивы, музеи и библиотеки, отечественные и зарубежные, где в ходе архивных экспедиций можно было бы собрать дополнительный материал. Боржан Чайхмед Ганиза Туспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Одной из проблем в ряде районов республики по-прежнему остаются незасеянные, заросшие земли сельхозназначения. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области более 6 миллионов гектар сельскохозяйственных земель, из которых только 538 тысяч гектар используются под пашню. Остальные земли – это пастбище, сенокосы и залежи. Главная задача власти – освоить неиспользуемые участки. Вот, например, в Зеленовском районе с начала текущего года было выявлено 120 тысяч гектар неиспользуемых земель. Об этом сообщает районная прокуратура. С декабря месяца реализуется проект «Доступная земля», в рамках которого по результатам проверки 330 участков, находящихся в собственности предпринимателей, не использовались по назначению. Что будет с пустующими территориями дальше, расскажут наши корреспонденты. Эти земли находятся в собственности предпринимателей. Несколько лет назад они были оформлены как индивидуальные участки подведений сельского хозяйства. Но по сей день простаивают. То, что они не используются на протяжении долгого времени, прокурору выявили в рамках проверки. Теперь нерадивым бизнесменам начнут вручать уведомления. Если после этого участки не используют по назначению, они перейдут в распоряжение государства. Далее их передадут к пользованию других лиц. Тем самым в районе планируют увеличить действующие пассивные площади и пастбищные угодья. Мы ставим сейчас целью вот эти земли, которые не используются, чтобы они использовались добросовестными землепользователями. Земля должна работать. И этот проект, именно цель наша должна быть достигнут. Мы ожидаем именно, что будет в этом году увеличение пассивных площадей. Как сообщает представитель отдела земельных отношений, распределять земли будет Акимат. Таким образом, встать в очередь на получение участка под земледелие и животноводство сможет любой желающий. Выдавать участки мы сможем по принятию нового земельного кодекса. Распределение земель будет осуществляться в рамках закона специалистами Акимата. Прокуроры напоминают, владельцы участков должны успеть освоить их в течение года после вручения уведомления. В противном случае, земля автоматически перейдет в собственность государства. Марина Корбук, Мохаммед Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Вопиющий случай произошел в Уральске. Женщина пыталась убить своего четырехлетнего сына. Инцидент произошел еще 12 февраля. Однако подробности этого случая стали известны только на этой неделе. Как рассказала женщина, она поругалась с сестрой и решила сначала убить своего маленького сына, а затем и себя. Только вот себе она вред причинить так и не успела, а ребенок был доставлен в областную многопрофильную детскую больницу с непроникающей колото-резанной раной передней грудной клетки слева. К счастью, малыш остался жив, и на сегодняшний день маленький Богдан находится в центре адаптации несовершеннолетних. А его страдающая эпилепсией мать надеется, что мальчика ей вернут обратно. Все подробности этого случая в материале наших корреспондентов. Богдана доставили в ЦАН после курса лечения в областной детской больнице. Туда мальчика привезла его 30-летняя мать Галина Башенятова. Женщина, страдающая эпилепсией, заявила, что хотела зарезать ребенка кухонным ножом из-за отчаяния. Она не могла устроиться на работу, и мальчик был для нее обузой. Сам он рассказывал, что мама забрала его на улицу, поранила и повезла в больницу. Это рассказы ребенка. Вот сейчас он улыбается. Да, он первый день. При поступлении было, конечно, плакал он, как любой ребенок. Ребенок есть ребенок, он быстро адаптировался. Ребенок шустрый, видите, бодренький, бегает, общительный. Увидели маму, что ожидали и что, как она вам показалась? Нормальная мама, как все мамы. Хотя вот приходит, плачет, конечно, каждый день навещает. Сожалеет, скорее всего, отца Асадина. Сейчас маленький Богдан смеется и весело играет с подопечными Центра адаптации несовершеннолетних. Ее мать раскаялась. Полицейские не стали возбуждать в отношении женщины уголовное дело. Сейчас дальнейшую судьбу ребенка будут решать органы опеки и попечительства. Роман Копняев, Ербул Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. А сейчас настало время для традиционного финансового обзора. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире финансовый обзор в студии Бибигуль Таужанова. Вице-министр Узбекистана Ачилбай Роматов видит большой потенциал в расширении инвестиционного сотрудничества с Казахстаном, развитии промышленной кооперации и увеличении числа значимых совместных проектов. Одним из успешных примеров этого и являются достигнутые договоренности по запуску нового производства. Кроме того, по словам чиновника, также начата работа по организации в Казахстане сборки, транспортной техники, предприятия GVMAN, авто Узбекистан, автобусов и грузовых машин сам авто. В этой связи подчеркнул Роматов, узбекская сторона надеется на предоставление казахстанскими партнерами самых благоприятных условий и оказание содействия в эффективной реализации совместных проектов. Ранее посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев заявлял, что потребность казахстанского рынка в автомобилях производства GM Узбекистан очень большая. При этом он сообщил, что в этом году в Казахстане с конвейера сойдет несколько тысяч узбекских авто под единым брендом. В рамках подписанного соглашения запланировано выпускать линейку недорогих легковушек. Курс нацвалюты составил 311,81 тенге за доллар по итогам утренних торгов на кейс. По итогам предыдущей дневной сессии 23 февраля стоимость одного доллара составляла 312,46 тенге. Максимальная же стоимость достигла 312,5 тенге. Минимальная цена составила 311,5 тенге. Курс нацвалюты в обменниках по данным курс.кз составил 310-312 тенге за доллар. Цена на нефть марки Brent составила 56,63 доллара за баррель. Власти Монголии и Российской Федерации ведут переговоры касательно выделения Улан-Батору кредита в сумме 1,5 млрд долларов. Эти средства, согласно заявлению министра зарубежных дел Монголии, будут использованы для развития проектов в энергосфере страны. Глава МИД Монголии Цендин Мунх Аргил, подведя итоги своей поездки, поблагодарил Россию и Китай за содействие по включению Монголии в программу кредитования Международного валютного фонда. Помимо этого, министр отметил, что ведется работа над несколькими соглашениями, включая договоренность о железнодорожных транзитных перевозках. В МИД Монголии также сообщили, что сейчас России ведутся переговоры по поводу соглашения о железнодорожных транзитных перевозках. Казахстанцам напомнили избавиться от тысячных тенговых купюр. Национальный банк Республики Казахстан напоминает, что с 1 марта 2017 года банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года завершат свое хождение в обращении и перестанут быть платежным средством. Их можно обменять во всех филиалах Национального банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении. Затем в течение 12 месяцев с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня. При этом Национальный банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством. Вот такой мы увидели эту финансовую неделю. До свидания. Проблемой аварийности жилья в Казахстане обеспокоен депутат Республики Казахстан Александр Суслов. По его мнению, в стране назрела необходимость принятия отдельной отраслевой программы. Проводимые точечные меры не позволяют решить проблему аварийности жилых домов системно и эффективно, говорит мажористмен. И действительно, аварийные дома очень больной и проблемный вопрос для властей. По официальным данным, в Уральске 41 дом признан аварийным. А сколько таких домов по всему Казахстану? Работа по переселению, конечно, постепенно ведется. Вот, например, в Уральске планируют переселить жителей целого микрорайона в центре города. На месте двух- и трехэтажных домов городские власти намерены построить девятиэтажки. Проект намечено осуществить в рамках государственно-частного партнерства. Однако многие люди, проживающие в районе завода «Зенит», не хотят соглашаться на предлагаемые условия. Что именно не устраивает жильцов, расскажет Роман Копняев. Дом по улице Сырайшик 25-1 был построен сразу после войны для руководящего состава завода имени Ворошилова, ныне завода «Зенит». Строили тогда на совесть, говорят люди. Поэтому известия о сносе жители дома восприняли в штыки. По поводу того, что вот этого сноса, как говорится, снег на голову. Вот. Люди, мы тоже информированы, что люди плачут, где у туалета на улице двухэтажки. Им не идут, а вот нас облюбовали. Но пока мы еще своими силами, вот модернизацию сделали дома. Жители говорят, что им предложили на время возведения девятиэтажных домов переехать во временное жилье. Затем им выдадут квартиры в новых многоэтажках. 15 февраля 2017 года первое собрание по нашему дому объявили, вывесили объявление. А в конце марта уже планируется наш полностью переезд из дома. Это говорит о том, что экстренно решается вопрос, не спросив нас. То есть момент такой, что хотим мы переезда, не хотим, этого вообще вопроса не ставится на повестку дня. Пришли, поставили перед фактом, что извините, господа, ваша земля нужна нам. А для каких целей? Якобы для жилищных условий, улучшения жилищных условий и красоты города. Бульдозером будут сносить мой дом, я буду сидеть в своей квартире. Я прожила вот в этом подъезде 62 года. Куда я поеду? Мне ничего не надо. Вот если предоставят 3-4 квартиры, чтобы я могла выбрать себе, тогда другое дело я буду говорить. Не предоставить. Пускай они сами туда едут на второй километр, в ветхие дома. Но я не поеду с этого двора. Люди показывают свои квартиры. В них сделан дорогостоящий ремонт. Переезжать во временное жилье, затем возвращаться обратно, многие жильцы не хотят. Мы хотим здесь остаться. Потому что, например, у каждого какие-то есть проблемы в семье. И вот у меня проблемы в семье старые родители. Я хожу рядышком и ухаживаю за ними. То есть я покупала квартиру, чтобы у меня сын в третью школу рядышком ходил. Он здесь и в садик ходил, и в третью школу. Теперь у меня родители здесь на Шагале живут, на Риманово, 19-й, дом 19-й. То есть мне все удобно. Я покупала с тем учетом, чтобы экономить свое время. Известие о скором переезде для жителей этих домов прозвучало как гром среди ясного неба. Разве вы бы захотели оставить вот такую жилплощадь, в которой высокие потолки, отличный ремонт и даже гобелены за десятки тысяч тенге. Из восьми домов, планируемых к сносу, только два отнесены к аварийным. Будут предоставлены квартиры равноценно по площади. Если есть желающие, которые хотят улучшить, например, двухкомнатные, и у них по-другому трехкомнатные, они также могут сами индивидуально договориться, предпринимать с застройщиками. То есть ту разницу квадратуры в площади оплатите. А вот оно, ветхое жилье здесь? На сегодняшний день данные дома у нас не ветхые, частично только. Камышные 76-74, вот эти дома у нас аварийные. Собрание с людьми уже дает свои результаты. Жильцы понимают необходимость улучшения архитектурного облика города. Я на это очень согласна. Дело в том, что наши дома очень старые, вы видите, стяжки на них, да, и сырость там. И когда ветер с улицы, то сильно, как говорится, охлаждение идет в доме. Так как у нас дети еще есть, внуки. Охота, конечно, чтобы, хотя я и старая, чтобы им осталось нормальный, хороший дом. В любом случае, последнее слово останется за жителями, говорят в городском Акимате. Переселений не будет, пока хоть один из жителей дома будет против. Там находятся 9 домов на сегодняшний день. Мы планируем построить на месте этих 9 домов новые дома, 9-этажные. На сегодняшний виду цепили оговоры с жильцами. Договоры у нас окончательно еще не достигнуты со всеми жильцами, но на сегодняшний день 70% жильцов уже дают согласие. Стоит отметить, что реализация проекта по государственно-частному партнерству началась в 2015 году. Первая новоселья намечена на весну этого года. Роман Копняев, Ербул Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. Пока жильцы одних домов думают, соглашаться ли на условия подрядчиков, жители другого дома задыхаются от сырости и думают, как бы им отремонтировать крышу. Речь идет о доме 102, расположенном по улице Курмангазы. Из-за сырости жильцы вынуждены подвергать свое здоровье опасности. Снег и дождь просачиваются с крыши до первого этажа. Причина тому – неисправная крыша, которая протекает на протяжении нескольких лет. В 2010 году жильцы проблемного дома добились ремонта в рамках государственной программы по линии ЧС. Однако едва истек срок гарантии со стороны подрядчика, как проблема возобновилась. Марина Горбук побывала в злополучной пятиэтажке и попыталась разобраться, как же быть людям в такой ситуации. Тазы и ведра в квартире Шелухата Хафизова стоят в каждой комнате. Как только потеплеет, потолок и стены насквозь протекают. Из-за постоянной сырости здесь становится невозможным дышать. Вода просачивается через весь подъезд, буквально до первого этажа. Сыро постоянно. Я постоянно простываю. Температура каждый год латает и каждый год течет, течет. После того, как в рамках государственной программы по линии ЧС подрядчики сделали недобросовестный ремонт, жителям удалось выиграть несколько судебных процессов. Им выплатили компенсацию, но проблема так и осталась. Крыша и по сей день неисправна. Делали это Жандао-сервис, ТО Сина, Орал Сина. Мы уже и в суды обращались, в суды все выиграли. Вот с нашего подъезда, со следующего подъезда, 56-я там квартира, 100-я квартира, 99-я квартира. Все, кто обращались, все выиграли суды. Но они деньги оплатили и на этом все, лапки сложили. Больше ничего. То есть некачественно работу сделали? Некачественно сделали. Они ее и сделали некачественно и доделывать не хотят. В обязанности КСК входит лишь частичный ремонт крыши, но здесь он бесполезен. Необходимо капитально ремонтировать кровлю. По суду вот эта фирма должна была, там же какой-то 5% что ли, это государственные деньги. Понимаете, это же просто так тоже не может быть, что вот государство выделяет деньги, а какие фирмы, как говорится, недоброкачественно делают и все, так же не бывает. Представители ЖКХ в свою очередь заявляют, что гарантийный срок подрядной организации 3 года истек, поэтому сегодня с них, как говорится, ничего не возьмешь. С 2011 года по 2013 год по Курмага 102-102 течь кровли, жалоба не поступила. Было подано суд, но через суд выиграли, потом было произведено восстановительная работа. Мы там были в 2014 году, визуальный осмотр, акт составили. После этого было произведено ремонтная работа там. Единственное, что могут предложить сотрудники отдела ЖКХ – программу модернизации. Но есть ли гарантия на то, что заплатив деньги, жители дождутся качественной работы, этот вопрос остается открытым. Марина Горбук, Ербова Манжина, Александр Грабарев. Специально для программы «Итоги недели». В Уральске от рук мошенников пострадали 8 человек. Злоумышленники за три дня сняли с их счетов порядка полтора миллиона тенге. Более подробно об этом и многом другом в кратком видеообзоре. В Казахстане участились случаи гибели военнослужащих. Трагические новости поступили за Актау, Актобе и Усть-Каменогорска. Почти все воины погибли при весьма странных обстоятельствах. Молодые парни не защищали родину и не освобождали от оккупантов. Все произошло в мирное время. Не лишним будет упомянуть и о том, что казахстанские солдаты могут умереть не из-за некачественных боеприпасов или неумелого обращения с ними, и даже не из-за неисправной техники. Смерть нашим воинам несут даже холостые патроны. Все это можно, конечно, было бы списать на человеческий фактор, несоблюдение инструкций, но серия событий заставляет задуматься, насколько это является причиной неотлаженной системы. Напомним, семь казахстанских военнослужащих погибли в мирное время под холодными тоннами снега. Произошел внезапный сход снежной лавины. В ущелье Коксай оказались 23 горных спецназовцев. К счастью, 16 из них остались живы. Досудебное расследование проводится по статье «Халатное отношение к службе». Новый вид мошенничества зарегистрировали в Уральске. Злоумышленники снимают с счетов жителей крупные суммы денег, причем номера своих банковских карт. Уральцы дают мошенникам сами, но, конечно, ничего не подозревая. Процедура снятия денег происходит следующим образом. Мошенники ищут в интернете объявления о продаже жилья. Звонят и говорят, что хотели бы купить его. Но в настоящий момент они якобы находятся в другом городе и не имеют возможности посмотреть недвижимость. Далее злоумышленники предлагают продавцу задаток. Для этого им необходимо знать номер банковской карты, и обязательно продавец должен подключить мобильный банкинг на номер телефона покупателя. Ничего не подозревая, доверчивые граждане выполняют все условия, а затем, как только они вставляют свою банковскую карту в банкомат, мошенники снимают с их счетов все деньги. Установить преступников пока не удалось. Известно только то, что свои преступные действия мошенники осуществляли с территории Российской Федерации. В областном управлении физической культуры и спорта новый руководитель. Ею стала Ася Аманбаева, занимавшая до этого должность руководителя управления спортивного резерва и методического обеспечения комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Напомним, что ее предшественник Тимур Шайхметов был задержан за получение взятки. По данному факту ведется расследование. Уральцев штрафуют за несвоевременную уборку снега. С начала зимы составлено более 60 административных протоколов и оштрафованы граждане на общую сумму свыше полтора миллиона тенге. Сотрудники местной полицейской службы совместно с городским акиматом проводят рейды, выявляют нарушителей, вручают им уведомления, условия которого необходимо выполнить в течение месяца. В случае, когда предприниматель не вывез снег с прилегающей территории в течение суток после вручения уведомления, он должен в течение 30 дней оплатить штраф. Сумма довольно внушительная – 40 МРП или более 90 тысяч тенге. Сотрудники местной полиции поясняют – это вынужденная мера. Те, кто не очищает прилегающую территорию, согласно статье 505 Административного кодекса, нарушают правила благоустройства города. Транспортная дисциплина и культура участников дорожного движения – основа безопасности на дороге и гарантия того, что вас не оштрафуют. Но, к сожалению, в наше время многие водители намеренно переступают черту дорожного закона. Особенно это распространено среди молодых и неопытных водителей, которые из-за своего небольшого водительского стажа не задумываются о последствиях своих действий. А вот, например, водители общественного транспорта иногда вынуждены нарушать правила дорожного движения и транспортной дисциплины. По крайней мере, они так уверяют инспекторов дорожного движения, когда те выписывают им штрафы. Чаще всего такие нарушения происходят в районе остановки «Рынок» по улице Мухита. Там водители маршрутных автобусов производят высадку и посадку пассажиров со второй полосы дорожного движения, что является нарушением и влечет административный штраф. Водители возмущаются, что это вынужденная мера, так как автобусов много и все они не могут уместиться в один ряд. Причем эта проблема имеет место быть уже много лет. Решится ли она когда-нибудь, узнавал Сергей Уланов. На сегодняшний день по городу функционирует 471 остановочный пункт. Из них 105 с мини-магазинами, 123 с остановочными павильонами и 243 без остановочных павильонов. В 2016 году за счет спонсоров и государства было установлено 10 новых остановочных павильонов. В текущем году планируется установка 50 павильонов. В городе функционирует 34 автобусных маршрута, на которых ежедневно работают порядка 500 единиц техники. Из них 150 автобусов большой вместимости, 210 автобусов среднего класса и 140 микроавтобусы. Из общего количества подвижного состава с учетом резерва 61% требует обновления. Все городские маршруты обслуживают шесть предприятий-перевозчиков. Общая протяженность маршрутов составляет 1316 километров. В целях повышения качества оказания пассажирских перевозок на ряде городских маршрутов проведена замена микроавтобусов на автобусы среднего класса и микроавтобусы повышенной вместимости. Из планируемых к замене 191 микроавтобусов марки «Газель» заменены 105 микроавтобусов на 18 автобусов и 35 микроавтобусов большой вместимости. Но вместе с этим участились случаи нарушения дорожно-транспортной дисциплины. Проблемный участок в районе остановки рынок по улице Мухиту существует уже давно. Там из-за большого количества проходящего маршрутного транспорта создается скопление машин, что несомненно ведет к увеличению риска совершения дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого водители общественного транспорта, придерживаясь графика движения, вынуждены производить высадку и посадку пассажиров со второй полосы дорожного движения, что противоречит правилам дорожного движения. Нам приходится высаживать пассажиров практически со второго ряда, потому что мы следуем графику, и если мы будем ждать, когда освободится остановка, мы будем опаздывать. По правилам не разрешено высаживать пассажиров со второго ряда, но у нас нет выхода. За это нам выписывают штрафы. На улице Курмангазы на остановке рынок раньше была такая же проблема, но с тех пор, как там сделали дополнительную остановку, таких проблем нет. Почему бы и здесь не поступить так же? Большое скопление машин в этом районе доставляет неудобства не только водителям автобусов, но и другим участникам движения, так как заторы увеличивают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Наши граждане жалуются на то, что водители автобусов, пассажирских транспортных средств высаживают своих пассажиров и берут, скажем, в автобусы второго ряда, то есть останавливаются там, где им не положено. В связи с чем создаются искусственные заторы, пробки, что создает, конечно же, большой риск создания дорожно-транспортных происшествий. Правонарушители обязательно будут наказаны согласно статье Кодекса об административных правонарушениях. За последнее время только водители автобуса второго маршрута было оштрафовано 15 человек. При этом штраф составляет в размере 45 тысяч тенге. Руководство ТО «Уралтехсервис» уже не раз обращались в различные инстанции с просьбой решить эту проблему. Мы, руководство «Уралтехсервис», уже обращались и к организатору перевозок в лице ЖКХ, к Акиму Городу еще в декабре месяце, руководству дорожной полиции по данному поводу, что остановка рынок по улице Мухита не вмещает все маршрутные автобусы. И водителям волей-неволей приходится в нарушении правил дорожного движения делать, производить высадку и посадку пассажиров практически во втором ряду движения. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства нам сообщили, что о проблеме знают и сейчас рассматриваются вопросы о сокращении количества маршрутных автобусов, которые осуществляют остановку на остановке рынок по улице Мухита, и вопрос расширения остановочной площадки в текущем году. В первую очередь мы должны сейчас рассмотреть возможность сокращения количества автобусов, которые останавливаются на этой остановке. Возможно, будем какие-то маршруты перекидывать на другие остановки. То есть дальше там они будут останавливаться, конкретно на рынке, вот эта остановка рынок, будем сокращать количество автобусов. Во-вторых, в рамках текущего ремонта дорог в 2017 году будет рассмотрена возможность увеличения площадочной площадки для остановки автобусов. Сотрудники городского отдела ЖКХ просят с пониманием отнестись к данной ситуации и призывать жителей города подождать. В ближайшее время будет принято решение по данному вопросу. Сергей Уланов, Мохамбет Консултанов, Нурлан Кунашев, Рустам Джимашев, ТДК-42. Это все, что мы хотели вам рассказать. Такими событиями была насыщена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин